Утро с Веснушкой и Кипитошей Утро! Доброе утро! Мы у всех гостей, которые приходят рано по утрам, спрашивают, как вам сегодня просыпалось? Ой, сложно. Поспать любите, да? Я отдыхаю. А вот сегодня отмечается день сна в общественных местах. Приходилось когда-нибудь спать где-нибудь? Прилюдно. Да. Например, где? Консерватория, Большой театр. Метро. Метро. Классика. Да, да, да. Между прочим, в Японии очень запросто спят в метро, потому что там люди мало отдыхают, и у них... Они даже повязочки себе на глаза надевают, и вообще этого не стесняются. Так что спите в метро, главное, свою остановку не просыпаться. А на съемках засыпали? На съемках сложно. Сложно спать? Да. Почему? Нервничаешь. И даже в перерывах тоже не засыпали? Пока там эти декорации выставят, прикормил. А как-то мы слышали, что пробы на фильм «Лед-3» были очень долгими, было много ошибок. Что это были за пробы? Что вообще нужно было делать? И что за ошибки вы совершили на пробах, о которых вы вот рассказывали? Про ошибки не помню, но период еще проб до меня был долгий. А потом, да, у нас было много этапов. Ну, я, как сказать, сторонник естественности, поэтому на первые пробы я вообще не красилась и ничего особо не делала. И вторые пробы стали как бы такой... Меня облагораживали, скажем так. Улучшайзировали. Да. А как проходит вообще вот пробы в кино? Что вот ты приходишь, и чего надо делать? Надо было сразу показать, как вы умеете кататься на коньках или что? Это главное, что нужно было делать? Или там стихи прочитать? Нет, сначала я записывала самопробу. Это мне прислали сцену из фильма, не присылая сценария. Потом нужно было записать эту сцену на видео. В живых пробах происходит, ну, примерно то же самое. Тоже сцена. Ты можешь не знать весь сюжет. Нужно сыграть сначала с кем... Просто кто-то подкидывает текст. Потом второй этап уже с партнером. Ансамблевые пробы. И у нас еще были разные штуки. Проба грима, где мы нашли, например, кудряшки. Какой же долгий процесс. Я уже насчитала несколько этапов. Да, ты как думала? Это надо вообще терпение какое иметь. А вот нервы какие железные. Вот первые пробы прошли, тебе еще такие говорят. Ну, не знаем, не знаем. Сейчас мы до следующего этапа доберемся, тогда посмотрим. Следующий этап. Ну, пока еще мы не знаем, не знаем. Вот мы вам кудряшки завьем и посмотрим. Издеваются над актерами. Ну, в конце концов, Анна, вы же закончили институт с красным дипломом, насколько нам известно. Да, все верно. Да что вам эти пробы? Да, ну, чтобы получить диплом с отличием врача или учителя, мы примерно понимаем, что нужно делать. Много учить, учить, учить. А за что красный диплом актерам дают? Что нужно делать хорошо актеру, чтобы вот эту заветную получить книжечку красную? У нас очень много предметов. Сцен движения, там есть сцен бой, умение двигаться, умение сценически драться, фехтовать. Вы умеете драться? Чуть-чуть, да, умею драться. Чуть-чуть акробатикой владею, чуть-чуть умею жонглировать. Вау. С фехтованием у меня сложнее, но вообще-то у нас это было по программе. А на лошадке умеете скакать? Это вот только курс безрукого, к сожалению. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям и большим, и маленьким. Ой, ну, скоро весна. Я всем желаю хорошенько навеселиться и напрыгаться. Да простят меня родители в лужах. Да, почему нет? И получать удовольствие от жизни. Судя по тому, сколько у нас снега в этом году, луж будет ого-го. Я бы даже сказала, не луж, а рек. Поэтому предсказание Анны сбудется на все 200%, дорогие родители. А еще лучше делайте это вместе со своими детьми. Ой, это было бы вообще замечательно. Мы вам желаем творческих успехов, Анна. Мы вам желаем любви, мы вам желаем здоровья и побольше вкусняшек. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы очень были рады, что вы к нам сегодня пришли в гости. Надеемся, что и вам у нас понравилось. Очень. Спасибо. Ну, ребята и взрослые, по традиции, всем пока! Утро с Веснушкой и Кипитошей Веснское радио!